Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости» Соломоновой, глава 6. В предыдущей главе Господь устрашал тех, кто будет противиться Его щиту, имя которому святость, и обещал мощно и победоносно сокрушить всех врагов, тех, кто будет следовать Его Слову, Его воле. И с 6 главы уже напрямую обращается к царям, призывая их властвовать во Славу Божию. Итак, слушайте, цари, и разумейте. Иное дело слушать, другое дело собрать в сердце слова, произносимые для тебя. Это требует произволения, это требует усилия и доверия. Научитесь, судьи концов земли. Научиться — это значит прийти в некоторый навык слышания и исполнения слов Господних. Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами. Речь ко всем тем, кто считает себя владеющими многим и по сравнению с другими народами величественным. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего. Не пытайтесь себе приписать свое начальственное положение и, оставив смирение пред Господом, исполнится гордыня и надмение. Не думайте, будто ваша собственная изобретательность или особые способности воздвигли вас на пьедестал или почетный трон или царское седалище. Не есть власть и же не от Бога. По попущению Божию или по Его воле устанавливаются те или иные власти, который исследует ваши дела и испытает намерения. Заблуждаетесь, будто вам подотчетны многие, а вы не подотчетны никому, если власть дана в ваши руки. С вас строго взыщет тот, кто устроил ваше к властному уровню восхождения. Ибо вы, будучи служителями Его Царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божьей. Во многих случаях власть земная оставляет человека на произвол его собственных страстей. И он не думает о том, кто воздвиг его на трон и кто вверил ему управление и действует не в соответствии с его волей и заповедями, но в соответствии со своими страстями. Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими. Страшно впасть в руки Бога Живаго каждому, но еще страшнее тем, кто имели полномочия и свободу и средства действовать по-божьему и не действовали так. «Ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны». Кому много доносного, много спросится. Это знаем мы и из новозаветного слова. И здесь премудрый наставляет правителей чувствовать еще большую ответственность за каждый шаг свой, чем любой из его подчиненных. Господь всех не убоится лица и не устрашится величия. Если перед тобой раболепствуют люди, это вовсе не значит, что Создатель твой и Господь, Царь царей и Господь господствующих будет раболепствовать перед твоим временным, мнимым и для тебя ценным правлением. Он не взирает на лица, ты для него столь же подотчетина, как мы заметили, еще и более, чем любой из твоих подчиненных. «Ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех». То есть всем дает дыхание жизни, всех призывает к вечным благам, со всех спрашивает в соотношении, в соответствии с теми обстоятельствами, и с той доброй волей, которая должна определять действия каждого человека. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Вновь возвращается он к той мысли, что надлежит правителям людским быть еще в большем благоговении. Если мы знаем ему в расточных правителей, есть понятие о том, что чем выше родственный уровень человека, тем выше может быть его позиция по ступеням властным. То тем более в нашей богооткровенной вере, в нашем обществе, просвещенном верой Христовой, надлежит в соответствии с высотой нравственной стремиться и посты занимать высокие напротив. Там, где есть высота поста, без высоты нравственного расположения, без высоты решимости к служению воли Божьей, там напрасно и себе в осуждение оказывается человек приподнят властными своими полномочиями над другими людьми. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились при мудрости и не падали. Падение малого и влечет за собой малое зло. Падение великого или его бессмысленное служение страстям, которые занимают его сердце, властвуют его душою, которым покорен его ум, ведет к большим бедам для многих, потому и спрос с них особый. Ибо свято хранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, те, кто поставлен над людьми, призваны более всего и прежде всего заботиться о приобщении к святыне своих верноподданных, тех, кто вверен его попечению. Если сам правитель лишен чувства святыни и не расположен к ней, как он сохранит ее для многих. И, напротив, великая награда тому, кто сам научится благоговению перед святыней и будет содействовать тем, кто вверен его попечению. Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь. Таково свойство добрых учащихся. Они с некой жадностью воспринимают слова наставника и относятся к учению с любовью, то есть с некоторым жертв... с готовностью к жертвенному служению, хотя бы в пору ученичества своего, в меру этого ученичества, и научитесь. То есть таким образом вы получите плоды образования, приняв то, что вам преподается, и явив достойное учению свое совершенство. Премудрость светла и неувидающа и легко созерцается любящими ее и обретается ищущими ее. Итак, светлость премудрости и ее неувидаемость сообщается тем, кто ищет ее. Но для этого нужно уже вышеупомянутое к ней усердие. Она даже упреждает желающих познать ее. Господь таинственным образом предвидит наше обращение и посылает человеку пути правые и возможность взойти на них и утвердиться на них еще прежде, чем сам человек осознал себя к ним готовым и на них решившимся. Таково свойство Божие попечение о человеке, промышляющему о нашем спасении, что еще прежде нашего осознания, как некогда блудный сын восчувствовал в сердце своем решимость вернуться к отцу, признав себя недостойным именоваться сыном, Господь устрояет необходимые для того условия, попускает ему впадать и в голод, и крайне нуждаться, и душа его сокрушается, и путь к дому его становится успешным для того, чтобы насладиться ему впоследствии всеми теми благами, которые готов излить на него любящий и всепрощающий Отец. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящую у дверей своих. Люди, бывает, жалеют для дел благочестия время утра или вечера, время сна своего, отделяя его для других земных забот, которыми подлинно увлечены, но забывают о том, что источник сил для совершения земных дел как раз в приобретении премудрости. И она, явившись, ищущим ее с жертвенным расположением, непременно обеспечит и всем остальным. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Немаловажно самое расположение ума к обретению ее. Если кто задает вопросы, если кто ищет ответы от источников премудрости, если в ком появляется чувство недостаточности всяких земных соображений и земных благ, тот уже на добром пути. И премудрый наставник именует самое обращение к ней уже неким совершенством разума. А так утвердившийся уже достаточно быстро приобретает и первые плоды премудрости в нем освобождения от суетных и пустых забот. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Таково свойство любви Божьей, что премудрость эту он хоть и затворяет до времени, для того, чтобы слегка мыслям обретший ее не обошелся бы с ней небережно, не расточил бы ее, из-за чего стал бы еще более повинным пред Господом. Но и не за семью печатями закрывает ее Господь от ищущих напротив. Эта премудрость как бы сама обходит, ища для себя достойное сердце, чтобы вселиться в него. Знаешь, что не скуд, не скуден Господь и не скуп на дарование света разума, но ищет расположение, соответствующее с тем, чтобы человек оказался приспособлен принять эти величайшие и бесценные дары. Начало ее есть искреннейшее желание учения. В ком оно есть, это великая милость Божья, предваряющая великие дары, которые уже готовится Господь подать искренне желающему учение, а забота об учении — любовь. Любви свойственна внимания к объекту своей любви, любви свойственна отсутствие жалости к самому себе ради объекта своей любви, любви свойственна постоянность в ее расположении. Любовь же — хранение законов ее, а наблюдение законов — залог бессмертия, а бессмертие приближает к Богу. Таким образом, свое первое движение к обретению премудрости есть путь, окончание которого близость с Господом, возвращение в чудное богообщение, что именуется святых отцов и обожжением, и приобщением к божественному естеству, что является целью человеческой жизни. Поэтому желание премудрости возводит к царству, к царству нетленному, а к царству совершенному. Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость. Другими словами, если не хотите вы лишиться того, что получили незаконно, того, что не умеете сохранить вашей суетностью и пристрастиями, то почтите премудрость. Воистину царствуйте. Царствуйте не только по тому временному вашему положению, которое сделало вас начальствующими над народом, но обретите подлинную царственность, которую сообщает человеку только Бог, приобщая его к великому свету истины. Чтобы вам царствовать вовеки, что же есть премудрость и как она произошла, я возвещу и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения и открою познание ее и не миную истины. Так, чтобы сделать истину для нас еще более желанной и свет ее для очей наших особенно вожделенным, берется премудрый наставник изложить нам ее происхождение. И не пойду вместе с истаивающими от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости. Не только завистник, но и всякий плотолюбец, и всякий увлеченный стихиями века сего оказывается непроницаем для божественной благодати, с которой премудрость не сходит в сердце человека, множество мудрых спасений миру, и царь разумный, благосостояние народа. Итак, учитесь от слов моих и получите пользу. Благосостояние мира и спасение его зависит от преумножения малого круга подлинно мудрых сынов человеческих, и великое благодеяние от того правителя, который исполнен ее, ибо царь разумный, не себе только разумен, но всему народу приумножает благосостояние, потому надлежит возжелать слов моих, возжелать внимать премудрости и получить пользу не только для себя, но и для многих. Субтитры Субтитры Субтитры